Добрый день, друзья! Сегодня я хочу рассказать, как можно делать охру в масле самостоятельно, самодельную краску. Краска очень хорошая, она незаменима, это одна из базовых красок в живописи. Почему ее, собственно, я делаю? Меня немножко не устраивает насыщенность фабричной охры. По крайней мере, российских охр, они, по-моему, делаются из нашего сырья. Охра – это, собственно говоря, глина, окрашенная железно-окислым пигментом, очень светостойким, очень атмосферостойким, краска тут три звезды всегда, то есть она не высветает абсолютно со столетиями. Почему я делаю? Не устраивает насыщенность, грубо говоря, вот этих русских красок, российских. Не знаю, западные, я с западными особо не работал. Она такая вот не очень… Я их сравню, потом покажу. Вот тут выдавил, чтобы не забыть. Пигмент не устраивает насыщенность, слабенькая насыщенность. То есть она такая благородная достаточно, но не яркая. Немножко не хватает яркости. Собственно, сам мастер-класс от ладыги практически ничем не отличается. То же самое. А по оттенку и по… Только покровищей силы немножко мастер-класс мощнее. Я покупаю Охру. Покупал. Ну, собственно, я ее купил, вот ведро. Тут на несколько лет ее хватает, несмотря на то, что я провожу мастер-класс. Она тут идет очень активно. Это китайский порошок. Это, собственно, пигмент для бетона. Продается там, где, собственно, цементы продаются, наполнители какие-то к ним. У нас в Подмосковье, например, здесь несколько таких точек, где можно приобрести такие… Я думаю, не один десяток таких точек, где можно купить такие пигменты. Они разные. Там всякие синие, зеленые, красные. Не советую ничего брать, кроме Охры. Вот она красивая. И, собственно, диоксид титана. Все остальное так себе. Я пробовал разные оттенки. Все они, вот эти сухие пигменты, хоть и светостойкие, но они неактивные. Они, как бы, некрасивые. В общем, охра и диоксид титана. Из охры можно делать красную охру. Красный пигмент. Я чуть позже, если не забуду, покажу и этот момент. Смотрите, что нужно сделать. Как сделать? Купили такое ведерко. Они в разном. Продаются вплоть до мешков. Можно найти. Обычно продаются оптом, но если ты приезжаешь туда, на базу, у тебя продадут или мешок, или вот… Я уже покупал вот в таком виде цивилизованном, вот в таких вот банках. Здесь, по-моему, килограмм девять было или там, не знаю, сколько стоило. Ну, что-то рублей семьсот вот эта банка. Не знаю. Это года чуть ли не три я покупал. Хватает, повторюсь, очень намного, несмотря на то, что она тут идет очень активно. Что нужно сделать? К сожалению, на масле льняном она не замешивается. Точнее, замешать можно, но она будет течь. Сколько бы воска туда не добавили, будет растекаться. Нужно делать ее на масле подсолнечном. Вот обычное рафинированное подсолнечное масло. Сначала наливаем в баночку какую-нибудь масло. Я много делать не буду, она как бы… Почему много не делаю? Смотрите, со временем у нее, даже если мы на подсолнечном масле делаем, у нее проявляется свойство немножко растекаться, например, через пару месяцев. Сначала она отличная, такая пастозная, прям идеальная. Через пару месяцев она немножко начинает подтекать в мазке. Этого можно легко избежать, то есть добавить еще пигмента, то есть разогреть и разогреть краску и опять добавить немножко пигмента. Эффект этот исчезает на какое-то время. Ну, мне много не нужно, а к тому же у меня есть охра в готовом виде. Я это делаю чисто для фильма, грубо говоря. Вот, немножко делаю. Лучше делать в какой-нибудь керамике. Я это делаю, у меня просто нету керамической какой-то банки или стеклянной. Да, в стеклянной банке можно отлично, под каких-нибудь огурцов. Вот, потому что это сейчас мы будем делать, греть в микроволновке, а микроволновку у нас это дело может растопить пластик. Так, теперь засыпаем порошок. Сначала советую именно масло насыпать, чтобы к стенкам не липл этот порошок и только потом засыпать порошочком. Перемешиваем. Да, и теперь нам еще нужен воск. Воск я отсыпаю на глаз. Много очень не нужно, но и мало. Мало может... Вот, когда делаешь, например, мраморную пасту, его много очень не нужно. Или там диоксид титана делаешь, белила, точнее, титановая. Много не нужно воска. В охру немножко нужно побольше. Пару слов о воске. Это пчелиный воск для косметических, для косметического применения. Ну, какой-то медицинский, не знаю, в косметике идет немецкий. Он продается, ну, в интернете можно найти. Вот. Для охры, кстати, этот белый не обязательно. Он нужен для диоксида титана, для титановых белил, для светлых красок, грубо говоря, для мраморной пасты я его использую, покупал. Здесь можно обычную восковую свечу, там как-то, ну, обычный воск, желтый. То есть, видно не будет, что он желтый, что белый. Так. Чуть-чуть добавлю еще. Да, воск здесь служит в качестве текстотропной добавки. Это добавка, которая не дает смесям, жидким смесям растекаться, а держит их в какой-то форме. Вот. Именно воск обычно применяется, по сути, он есть в любых красках масляных, как универсальная добавка, которая держит форму. Некоторые от пяти, обычно, там до, по-моему, чуть ли не пятнадцати процентов в некоторых красках, где нужна какая-то вот, в тех красках, которые свойственны именно растекаться в масле. Так. Сначала вот нужно накормить немножко охру маслом, а потом нам придется еще добавлять порошка. Вы сразу много не делаете. Учтите, вот сначала делайте небольшой комок. Сначала вот нужно вот как, я не знаю, как, наверное, какое-то тесто размешать, а нам потом еще придется добавлять порошочек. Это я знаю по опыту, потому что вот эта вот смесь, она сильно разжижется, когда ее разогреешь. Вот. Так, ну вот пока что вот такое вот что-то получилось. Сейчас я ставлю это дело в микроволновку. Ну вот если в стеклянной банке у вас будет это смело в микроволновочку, вот, а я попробую убрать немножко градуса и погреть прямо в пластике. Она может нагреться, вот это масло, там до 200-300 градусов спокойно. И, собственно, расплавить пластик. Вот чего я и боюсь. Так. Ставлю микроволновку, убираю немножко градусы. Вот пока на минутку. И буду посматривать, чтобы не перегреть охру для того, чтобы не сжечь контейнер. Так. Вот уже лучше. Уже почти разогрелось. Для чего, кстати, греем-то, забыл сказать. Греем для того, чтобы разогрелся, расплавился воск. Нам нужно, чтобы воск впаялся в масло и, собственно, чтобы проявились его свойства. Вот это вот связующее такое. Масло у нас жидковатое. Ему свойственно растечься. Воск у нас как бы он застывший. Он будет держать масло от вот этого свойства растекаться. Так. Еще минутка. Так. Ну вот. За несколько минут, наверное, 4 минуты я разогрел эту охру. Очень горячая. Вот мне капля сейчас попала на палец. Тут где-то, наверное, градусов 150. А воск растворяется, по-моему, что-то я не помню, что-то до 100 градусов плавление. И, смотрите, я как и говорил, она стала жидкой. Сейчас нам придется добавить еще пигмента. То есть охра впитывает масло активно достаточно. То есть накормить охру. Это так называемая маслоемкость. Охра большая. Вот я сейчас могу... Я сделаю густую достаточно краску. Она у меня на завтра станет более жидкой. А через несколько дней еще более жидкая станет. Вот. Сейчас я это подогрею. Еще она загустела. Немножко упала температура. Как бы сопротивляемость повысилась. То есть более густая. Сейчас я чуть-чуть еще разогрею, полминутки, чтобы можно было добавить еще порошка. Вот так замешиваем. Сейчас смотрите, что. На подсолнечном масле краска будет сохнуть очень долго. Если не торопитесь, если у вас там две недели в тонком слое может сохнуть, если не торопитесь, можно секативы не добавлять. В нашем случае можно добавить секатив. Секатив как таковой можно капнуть туда, они продаются. Но они токсичны, кстати, не советую. Или просто лак. Лак в нашем случае акрилстирольный. По опыту знаю, что он самый такой ядреный в плане схватываемости. То есть он быстро сохнет, в отличие от домарного и других каких-то лаков. Я на глаз добавляю, ну, наверное, сколько тут? Ну, на вот это вот, ну, колпачка, наверное, два-три. Вот. Теперь она гарантированно будет схватываться. Вот этот вот пигмент в разумное время. То есть не через недели, а через два-три дня. Точно так же в качестве секатива можно добавить вот эту вот краску, что я сейчас и сделаю. Я еще этого не делал, но я знаю, что хуже не будет. Кстати, вот посмотрите разницу в тоне. Ну, даже вот здесь, наверное, видно, не видно. Ну, то есть насыщенность намного слабее и в какой-то коричневатый оттенок вводит. Я еще сравню на готовых красках. Так вот, я добавляю вот эту краску. Она замешана на льняном масле. И льняное масло, собственно, тоже будет служить секативом, то есть ускорителем высыхания в этой смеси. Ну, это не обязательно, говорю, достаточно просто лака. Вот, хорошенько затворили, перемешали смесь. Она пока что так как бы текучая, но это из-за температуры, она еще достаточно горячая. Вот можно проверить, как она себя будет вести в холодном виде. Взять на палитре немножко ножиком, растереть, охладить и посмотреть, что происходит. Вот она сразу густеет от температуры. Вот что происходит. Вот она густая, такая даже суховатая краска. Но по опыту могу сказать, что можно еще гуще добавить порошка, поскольку, как я уже сказал, наверное, на следующий день и через какое-то время Охра возьмет в себя масло, как бы оно не сразу впитывает его, не прямо сейчас, а через какое-то время, через сутки, двое, трое, и оно станет немножко более жидкое. Вот что-то вот такое появится. Вот. Я сделаю этот процесс и потом залью вот это ведерко, залью водой. То есть слоем воды. У меня будет здесь пигмент лежать внизу, а сверху слой воды, чтобы не сохло, чтобы не покрывалось коркой. Вот у меня старая Охра, которую, я говорил, у меня есть она для занятий. Вот она под водой. Уже много... Я полное ведро делал тут несколько месяцев назад, месяца два-три назад. Вот она в каком состоянии. Достаешь из-под воды, свеженькая абсолютно, только что в капельках воды, но это не мешает, вода высыхает. Вот она яркая, красивая. Это сейчас немножко остынет, станет точно такой же. Вот, кстати, сравнение с Охрой от Ладоги от Мастер-класса. Это, собственно, одна фабрика. Вот и вот пигмент. Смотрите, какая разница. Вот посмотрите разницу. Вот она, такая коричневатая Охра желтая, именно желтая. Это тоже Охра желтая. А вот это китайская Охра. Тоже Охра желтая. Охры желтые, кстати, они более яркие, чем в линейке Охра, по-моему, средняя, Охра светлая, Охра золотистая. Это все более такие, точнее, менее насыщенные краски. Самая яркая в линейке, это именно Охра желтая. Охра желтая. Она приближена к желтым оттенкам. То есть на ней можно замешать большее количество оттенков. А если хотите ее погасить немножко, капельку коричневого, капельку или там черного, она будет вот точно такой же. Убер какой-нибудь добавить, будет то, что нужно. То есть легче управлять цветом от яркого, немножко снизить, а уже не яркую ты не повысишь. Ну, точнее, можно желтыми, но это уже не то. С белилами как мешается краска, смотрите. Вот Охра желтая ладога. Ну, вот такой коричневатый, спокойный оттенок. Охра китайская. Вот. Ну, сравните, намного ярче оттенок. Кстати, по опыту скажу, вот на вот этой Охре очень красиво писать оттенки кожи, когда ты мешаешь ее или с английской красной, или с кадмием красным светлым, как базовый цвет. Намешал, и все, и от этого базового цвета работаешь по коже. Вот. Это что касается Охры. Я их потом смешаю, вылью воду, разогрею, перемешаю, и будет у меня целое ведро этой Охры. Теперь, что касается красной Охры. Что касается красной Охры. Точнее, не красной Охры. Есть Охра красная. Есть такие Охры, земли, которые действительно красные. Это особый вид пигмента, который окрашивает коалин. Охру красную делают из желтой Охры, обычно для красок, для всего. Пигмент достаточно погреть. При температуре больше 150 градусов она краснеет. Краснеет безвозвратно. То есть она уже не возвращается. Цвет желтый не возвращается. У меня здесь нет ни на чем греть. Особо я сейчас попробую, чисто для примера, на ложке разогреть зажигалкой этот пигмент. Я раньше когда-то делал на сковороде. Была у меня старая сковорода, прямо дома на газе. Правда, желательно накрыть эту сковородку, а то пыль идет такая. Прямо на сковородке прогревал, прокаливал эту Охру. Точно так замешивал на масле и у меня была прекрасная краска. Красная, спокойная, нежная, красная такая оттенок. Сейчас, если получится, я это покажу. Вот нашел ложечку какую-то ненужную. Сейчас зачерпнем немножко пигмента. Немножко, чтобы удалось разогреть. Совсем немножко, а то сомневаюсь, что я смогу разогреть зажигалкой. Надеюсь, что зажигалка справится. Процесс этот называется прокаливанием. Если видите, у краев этой кучки уже начинается такое потемнение. Так, много я все-таки взял этого порошка для зажигалки. Я чуть-чуть отсыплю, чтобы... Главное, принцип показать. Вот он на дне, немножко оранжевый такой становится. Чем дольше и чем сильнее прогреваешься, тем краснее оттенок. Ну да, до какой-то определенной степени. Он даже может догнать английскую красную по насыщенности. Но не такой ядреный. Он получается более нежный цвет. Более спокойный. Английская красная, конечно, немножко предпочтительнее. Но если намешать, если у вас куча этого пигмента, то вот так прокалить и замешать на масле стоит. Как рабочий, такой спокойный красный. Для пейзажа, для базовых таких оттенков. Гасит зеленый очень хорошо, кстати, она гасит зеленый. В том числе и хороша тем, что кроющая сила имеет очень сильную, очень большую. Удобно рисовать, она как бы хорошо красит холст участки. Да, зажигалка не справляется с ложкой. Ложка отдает все-таки тепло, успевает охладиться. Нужен, конечно, более высокий температур. Вот видите, на дне она коричневая. Вот что нужно, чтобы она вся стала, именно вот если в сковородке в какой-нибудь закрытой, обязательно закрытой, старой ненужной сковородке, хорошенько прокалить, остудить и замешать. Так, ну вот, поскольку смог погрел, повторюсь, она должна быть чуть больше прогрета, вот такая вот коричневая вся стать. Сейчас немножко остынет, я ее замешаю. Так, вот пигмент. Вот он красный, вот он какой должен быть. Это, конечно, немножко недогретое, не даст того цвета, что... Ой, блин... Что должен получиться? Я показываю сам принцип. Вот он красненький, нежно-красный. При хорошей прокалке он более насыщен. Цвет кожи, собственно, такой вот. В данном случае при хорошей прокалке, ну, догоняет немножко, подходит к английской красной, но немножко слабее. Вот. На вразбеле это смотрится вот так. Точно так же очень кровящая краска. Вот оттенок такой приятный, оттенок кожи. Вот уже можно как базовый использовать. Вообще кожу можно писать разными способами, но это один как вариант. Вот базовая. Кстати, то, что она кроет, это очень хорошо. Кроющая сила очень важна в портрете, когда вот, ну, когда пишешь особенно аллоприма. Так, ну вот, видно или нет, сейчас чуть крупнее покажу, вот эти все три оттенка. Вот эти оттеночки. Вот это охра красная. Вот перемешивается с охрой желтой, с белилами. Вот такие отличные краски. Этими красками можно закрыть вообще работу с русским пейзажем, не брать кадмия красные, кадмия желтые. В спокойном пейзаже, не солнечном, вот этих красок достаточно для показа природных оттенков. То есть очень ярких оттенков в русском пейзаже без солнца нет. Да, какие колера из них можно делать из охры, из этой, вы не представляете по красоте. Вот если охра желтая, например, с травяной. У меня, кстати, видео есть про это, колера в масляной живописи. Вот один из них. Это охра плюс травяная. Такой нежный оливковый оттенок. Достаточно яркий, насыщенный, кроющий, хороший. А, например, с чем-нибудь красненьким он тогда становится более спокойным. Вот такие нежные краски в пейзаже очень востребованы. Ну и не только в пейзаже, хоть в портрете, хоть в чем. Ну, вроде бы все рассказал. Кажется, ничего не забыл. Да, очень рекомендую, особенно охру желтую. На этом все. Подписываемся. Лайк, дизлайк, колокольчик, как говорится. И всего самого хорошего. До следующих встреч. Счастливо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok